здравствуйте дорогие друзья с вами снова я камелод джин в этом обзоре мы поговорим о новом танке если можно так выразиться т71 smsd то есть как известно в очередном патче т71 славный старый т71 разделили на 2 2 танка один с барабаном другой без вот это как раз т71 smsd без барабана то есть мы посмотрим как на нем играть и видос называется наша лучшая позиция для т71 smsd то есть каким образом на не лучше всего играть в данном случае мураванка что следует делать чтобы использовать его наиболее так сказать правильно и результативно значит смотрите мы внизу списка я пытаюсь сделать небольшую прокатку чтобы засветить мне тут же мешают вражеские светляки они не дают мне такого простора воображения понимаете для езды или тоже я вас призываю хотя бы внизу списка если играете и в принципе как бы должны свететь и сильно этим нужно кайтис поскольку коль скоро внизу списка то плюшки тут очень чувствительные и от одного попадания если вас даже не сваншотят то очень легко оставят без большей части своего хп поэтому смотрите только засветились сразу в укрытие сразу сразу пытайтесь засевиться поскольку проку для команды если вы умрете для вас не будет то есть для вашей команды от вас не будет проку если вы умрете смотрите вот этот танк без барабана он немножко точнее немножко лучше сводится чем барабанных вот и поэтому играть на нем правильно с дистанцией поскольку сблизившись вы не сможете лихо и быстро от барабанить танк противника поэтому старайтесь все-таки с большого расстояния играть и без нужды не сближаться с противник объясню почему без нужды смотрите у этого танка достаточно большой базовый обзор 390 если в качать перки на обзор там братство радио перехват использовать соответствующее оборудование в данном случае на стереотруба у вас зачастую не будет нужды повторюсь извините за тавтологию сближаться с станком противника поскольку вы сможете его подсветить на большом расстоянии а для вашей команды важно не то чтобы вы поехали упоролись там сблизились важен свет и по большому счету неважно дадите вы свет приблизившихся к противника или используя так сказать терписти оборудование и подсветить их на дистанции в любом случае вы дадите свет вы поможете своей команде что тут у нас бою смотрите 10000 против 6 и отстаем по то есть мы как бы про проигрываем а так если вы допустим живете вы во первых даете свет вы во вторых отвлекаете противника вы где-то дамажите их нервируйте дестабилизируйте психику то есть вы 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 помогаете товары и повторюсь коль скоро у вас нет барабана работайте с дальней дистанции вкачиваете вкачиваете соответствующим образом экипаж чтобы видеть противника выдавать свет своей команде на большом расстоянии смотрите ситуация ухудшается все больше и больше мы уже чуть ли не в два раза просели по хп вот у них две восьмерки у нас одна восьмерка вот 0 что хорошо у нас две видите два шведских пт guard конечно стрельба по нему имеет в большей степени просто отвлекающее значение вреда нанести мы не можем а вот из два в общем то пробиваем хотя это нам по большей части везет поскольку базовое пробитие 145 миллиметров и тем более не бронебойного снаряда подкалиберная слишком мало поскольку у подкалиберного снаряда гораздо меньше нормализация 2 градуса против 7 бронебойного снаряда при стрельбе по по цели под углом 90 градусов это различие не имеет никакого значения а вот уже когда снаряд соприкасается с броней под каким-то наклоном это имеет очень большое значение а как известно как правило нам приходится стрелять под какими-то углами под какими-то неудобными такими проекциями смотрите что я могу сделать в этой ситуации это только попытаться сбить гусеницу вражеской тортилле если бы тортилла была одна то конечно бы я подъехал к ней и и кружит но смотрите ее кроет везе 121 фт из 2 где-то от 7 тоже все они едут все они сейчас атакуют то есть броситься ее кружить это было бы легкомысленно неправильно и таким образом хотя в общем-то я бы проявил личную храбрость и как бы в нашей культурной парадигме это приветствуется но в общем-то я вас призываю не путать вот пожалуйста по моему засветику я дал свет и неважно сблизился или нет то есть если у вас есть возможность дать свет не сближаясь с противником всегда это делать всегда играйте безопасно храните свою жизнь ради своей команды таки не договорил и хотя в нашей русской культурной парадигме храбрость как бы приветствуется но я вас призываю не путать храбрость с глупостью ну и потом вот знаете я играю осторожно играю с дистанции я доживаю практически до каждого конца боя вне зависимости от его результата и не часто пишут американцы ковард трус ну о чем мы говорим друзья но мы не рискуем тут жизнь мы не на ринге я кстати боксер кандидат мастера спорта по боксу то есть мы не получаем каких-то физических повреждений говорить о трусости но это глупость бессмысленно смотрите от 7 я обезжаю подальше надеюсь за счет маскировки не подсветиться или во всяком случае вот пожалуйста опять дамаж дамаг и путь спутен то есть вот пожалуйста я даю свет и неважно при этом свечусь я сам принят вражеский огребает то есть я выполняю свою работу светляка то есть я реализовываюсь как светляк в этом бою в общем-то аккуратно грамотно и рационально без всякого полу но я водитель но и вперед и там такие же птушники скажу наш человек ворвался вломился ну ничего что на второй минуте сдохну так зато как он вломился ну кому это надо друзья вот еще один только момент смотрите обратите внимание я стреляю осколочно-фугасными снарядами и снимаю там до 200 вот и и даже больше вот 10 в 12 выскочила то есть призываются играть кошерно то есть так сказать правильно корректно и стрелять партия осколочно-фугасными снарядами стрелять партии ну по большинству артистом баланс бронированное но 90 на 5 процентов вражеской вообще артиллерии в игре имеет такое бронирование что нужно стрелять по ним именно осколочно-фугасными снарядами стрельба по таким целям бронебойными снарядами это мобитон это дурной дурной это все равно что есть рыбу вилкой ну давайте друзья посмотрим что мы тут наиграли в этом бою